Измена – это явление неприятное и не украшающее любого человека. Будь ваш партнер хоть тысячу раз неправ, прыгать в койку к другому человеку из-за проблем в отношениях подло и некрасиво. Можно представить себе, как обидно, тому, кому изменили. И минимум, что может сделать изменник или изменница в такой ситуации – это извиниться за измену. Зачем просить прощения за измену? После измены, как и после драки, кулаками не машут. Нет смысла выяснять отношения и рассуждать, почему это произошло, причина, наверняка есть, и очень серьезная. Но в этом ли дело? В чем бы ни был виноват парень, он не заслуживает такого отношения – предательство. Согласитесь, измена – это предательство. Именно так бы вы считали, если бы изменяли вам. Но дело сделано, измена произошла. Одни девушки признаются сами, чтобы очистить виноватую душу, либо сделать больно своему парню в отместку за нанесенные обиды. Другие девушки скрывают до последнего факт неверности и признаются только при наличии конкретных доказательств. В любом случае нужно просить прощения за измену и нанесенную обиду. Даже не зная, какой будет дальнейший исход, простит ли измену парень или нет, извиниться нужно по следующим причинам. Облегчить душу. Наверняка, вам стыдно за то, что вы совершили. Объяснить мотивы своего поступка. Чтобы сохранить отношения. Безусловно, если девушка думает, как извиниться перед парнем за измену, значит, она, как минимум, понимает, что сделала что-то неправильно. А еще это значит, что она хочет отношения сохранить. А иначе, зачем просить прощения? Некоторые женщины считают, что измена – это своего рода жест, объясняющий конец отношений. Еще одна категория дам искренне уверена в том, что они вправе распоряжаться своим телом, как им угодно. К сожалению, понятие верности в современном обществе не так актуально, но отрадно знать, что кто-то действительно считает измену чем-то неправильным. Как попросить прощения у любимого человека за измену? Если женщина изменила парню или мужу, нужно понимать, что этот поступок не сравним с обычной перепалкой, в ходе которой были сказаны обидные слова. Изменив, вы предаете, лишаетесь доверия. Вас уже не обожествляют, как раньше, не считают особенной. Поэтому, извиняясь, вы снова завоевываете потерянное доверие, просите еще одного шанса. Измена женская и мужская – вещи разные. И отношения к адультеру также разные. Женщины могут прощать мужские измены бесконечно, проявляя терпение и жертвенность. Мужчина же прощает редко и однажды. Заслужив его прощение один раз, не стоит больше рассчитывать на его благосклонность. Поэтому подумайте хорошо, для чего вы просите прощения перед мужем или парнем? Чтобы восстановить отношения. Но уверены ли вы, что ситуация больше не повторится? Все зависит и от того, как была совершена измена. Бывает, девушки изменяют в порыве чувств, страсти, гнева, обиды. О таком поступке, конечно, они после жалеют, но уже поздно. Случаются измены и под влиянием алкоголя. Сложнее всего объяснить и оправдать осознанную измену. В этом случае невозможно обойтись без взаимных упреков и обвинений. Как правильно извиниться? Сам по себе процесс просьбы прощения – это дело, требующее больших усилий и смелости. Не просто признать свою вину. Более того, нужно понимать, главное – не слова, а поступки. Сказать просто «прости», «извини» – это несложно. Сложно убедить человека, что это не просто слова. Чтобы заслужить прощение любимого человека, нужно запастись тремя качествами. Решительность – набраться смелости и признаться. Попросить прощения – не оправдывать себя. Поступок уже совершен и вина уже есть. Кроме этого, будьте готовы к любой реакции парня, вплоть до оскорблений. Запаситесь смелостью вынести это все. Терпение – не ждите, что вас простят сразу. Как и не просите прощения сразу же, как вашему мужу или парню стало известно об измене. Дайте ему время, чтобы он остыл и успокоился. Постарайтесь поговорить спокойно. Если вы не уверены, что ваш мужчина сможет вас выслушать, сохраняя самообладание, то напишите ему письмо или сообщение. Запишите видеообращение. Если с первого раза его охватит ярость, второй раз он сможет принять информацию более адекватно. Раскаяние. Докажите, что правда жалеете о совершенном поступке. Для этого нужно полностью прекратить отношения с тем, с кем вы изменили. Он должен исчезнуть из вашей жизни. Любое напоминание о нем будет выводить мужчину из себя, и вызывать подозрения. Часто после душевных откровений наступает примирение, но отношения не становятся прежними. Видимо, не получается до конца снять груз вины у одной стороны, предательство – у другой. В этом случае рекомендуется посетить семейного психолога, который поможет разобраться в чувствах и наладить отношения. Советы психолога, как просить прощения за измену. Уже тот факт, что человек решает, как просить прощения у мужа или парня, у жены или девушки, говорит о его готовности менять и совершенствоваться. Такому человеку нужно давать шанс, несомненно. Тем же, кто ищет путь к прощению, психологи рекомендуют быть открытыми и искренними, не пытаться свалить вину на другого человека или обстоятельства, быть честными. Партнер всегда почувствует настоящую искренность и простит. Не нужно давать обещания типа «больше так не буду». Сам факт того, что вы просите прощения, уже подразумевает, что повторения не будет. Мужчина должен увидеть и услышать взрослую женщину, совершившую серьезный проступок и искренне за это извиняющуюся и ни в коем случае не маленькую девочку, которая совершила глупость. Все люди имеют право на ошибку, так же как все люди могут прощать человека, а могут не прощать. Если вас не простил мужчина, не нужно его винить. Это его выборы, возможно, лучше так, чем едкие упреки в будущем. Женщине же эта ситуация должна послужить серьезным уроком. Продолжение следует...